Трудные места Трудные места, которые у вас вызывают затруднения И по мере сил мы постараемся их разобрать Синодальный перевод Начиная с 10 Умоляем же вас, братья, более преуспевать И усердно стараться о том, чтобы жить тихо Делать свое дело И работать своими собственными руками Как мы заповедуем вам Что значит жить тихо Тем более по-гречески здесь есть такое Всем известное слово Кайфилотимейстай гэсюхадзейн Гэсюхадзейн Вот исихаствовать Как может быть будет переводиться Более позднее Конечно Паламитское такое богословие Но само это понятие Оно в общем-то по-гречески очень простое Гэсюхи это тишина, молчание И вот гэсюхадзейн Это вести тихую молчаливую жизнь О чем это? Ну о том, что не надо шуметь В вечернее время Чтоб соседи от вашей дрели Не просыпались Ну, наверное, не об этом Хотя такие вещи Всегда были и будут Но вряд ли стоит о них отдельно говорить Или идет речь о Таком, знаете, молчаливом Существовании Когда человек Вообще ни о чем не говорит Когда он Все принимает Да, вот Часто это Видят так Вот такой Глубоко религиозный человек Он закутан в какую-то очень такую Закрывающую одежду Он С закрытым ртом Он вот закрыт от мира И в этот мир никак внешне не выходит Да, многие понимают это примерно так Но давайте посмотрим Что имеет в виду Павел Мы можем лишь догадываться Я не имею возможности у него спросить напрямую И получить ответ Но Посмотрим на контекст немножечко Значит, перед этим Павел довольно долго говорит Про Воздержание от блуда и чистоту О том, что вот этого всего совершенно не нужно христианам Я думаю, что это достаточно понятно И, возможно, в фессалоникийской общине Были какие-то с этим связанные проблемы Потом он говорит О братолюбии же нет нужды писать к вам Вы сами научены Богом любить друг друга Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии Значит, здесь проблем нет Македония — это область, провинция римская В которой как раз в фессалонике занимает очень видное место Умоляем же вас, братья, более преуспевать И усердно стараться о том, чтобы жить тихо Вы любите братьев, но живите тихо То есть такой контекст получается И дальше он поясняет Делать свое дело, работать своими руками Как мы заповедовали вам Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними И ни в чем не нуждались Странное такое тихое житье Делать свое дело и работать своими руками Вообще, когда работаешь своими руками Это иногда бывает громко, не так ли? И соседи жалуются Но, очевидно, здесь идет речь не про тишину физическую А скорее про отношения с братьями Вот он говорит Да, братьев вы любите Тут никаких вопросов нет Это все всем известно Все очень здорово Но, пожалуйста, будьте потише Делайте свое дело Сами работайте Причем здесь это? Может быть, Павел как раз Во-первых, он себя, конечно, мог бы им привести в пример Но здесь он этого напрямую не говорит Он работал, когда он проповедовал Он не брал деньги с тех общин, в которых он был Он своим ремеслом владел Он палатки шил Вот он эти палатки продолжал шить и дальше И какая же связь? Ну, почему не воспользоваться помощью общины? Некоторые случаи есть, когда Павел пользовался такой общиной Помощью, но это, видимо, когда ему совсем было нужно А дело в том, что человек, который не работает своими руками Он зависим Он, безусловно, в том или ином виде Должен отрабатывать не трудом полученные средства А какими-то иными способами И будучи зависимым Он, конечно, понятно, не чувствует себя свободным Но и более того Он в каком-то смысле должен все время доказывать Вот я, вот, вот, смотрите, я, дайте мне денег Или там продовольствие, чего-то еще Высовываться он должен Иначе его не заметят А еще делать свое дело Здесь по-гречески Прассаинтаидия Может быть, синодальный перевод здесь не очень точен Это не делать свое дело В смысле, ты булочник, пеки булки А ты сапожник, чини сапоги А заниматься своими делами И работой, в том числе, руками Вот человек громкий Он не только вот я, вот я Он и других заставляет следовать своей модели И как раз вера Вера в Бога Это прекрасный повод навязывать другим людям То, что ты считаешь правильным Не так ли? Это же я не себя навязываю Это Божья воля Это его заповеди Его закон Я заставляю вас, нечестивые грешники Следовать его заповедям А вы не цените мои усилия Не надо этого, говорит Павел Ты лучше работай руками Собственными руками, как он здесь говорит Занимайся своими делами Как и мы заповедовали вам И дальше он говорит Чтобы вы поступали прилично И ни в чем не нуждались Я, может быть, тоже свой перевод прочитаю Прежде чем это прокомментировать Что до братской любви Даже нужды нет вам об этом писать Сам Бог научил вас любить друг друга И так вы поступаете за всеми братьями По всей Македонии Призываем вас, братья, делать еще больше И стремиться к тихой жизни Занимайтесь собственными делами Зарабатывайте своими руками Как мы и прежде указывали вам Чтобы вы поступали подобающим образом С теми, кто в ней общины И не имели ни в чем нужды То есть тихое житье Это еще и самодостаточность По отношению к внешнему И тогда вы свободны Понимаете, если вы зависите от тех Кто в ней общины От их денег, расположения Милости, мнения Вам приходится идти на компромисс Если вы навязываете себя им А это очень часто происходит Когда есть сверхценность Надо себя обязательно всем навязать Тогда вы опять-таки зависимы Даже не только от их поступков и мнений Сколько от того, насколько они вас принимают Вы гоняетесь за этим успехом Вы хотите выглядеть красиво Опять, мы красавчики Посмотрите все на нас Вот это не совпадает с образом тихой жизни А здесь тихая жизнь Это жизнь самодостаточная И одновременно общинная То есть, вот смотрите Эта религиозная тихая жизнь Часто понимается как Паранжа такая Чедра Закрывающая человека от внешнего мира Не от внешнего мира А от тех, кто не принадлежит к общине Здесь эта тихая жизнь Обратите внимание Она обращена к общине Просьба о ней Требования о ней То есть, внутри общины Как раз Вполне Братолюбие И активная помощь То, что необходимо Но именно внутри нее Там, где-то Общие дела А вот по отношению К внешнему миру Да Та степень самодостаточности Которая позволяет Не высовываться Не гоняться за одобрением Не пытаться навязать Свои взгляды Занимайтесь своим Вот может быть Ключевое слово К понятию Живите тихо Согласно апостолу Павлу Это Занимайтесь собственными делами Зарабатывайте своими руками Не навязывайте Не навязывайтесь Не красуйтесь Не пытайтесь выглядеть Будьте самими собой Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok